Когда мы смотрели на профиль X2Y2Z2, мы видели, что вот эта величина, которая нам дает 2,20, как мы помним, то есть добавка, которую вносит именно это сочетание в данном случае увеличение данной частоты относительно ситуации, когда бы, собственно говоря, этот эффект был бы равен нулю. Эффект равен нулю, следовательно, экспонента от нуля единица, то есть никакого домножения или деления не происходит. Домножение на единицу, деление на единицу равняется, собственно говоря, тому же результату, что и до умножения или деления на единицу. То есть остальные эффекты, например, эффект X2, он увеличивает частоту относительно базы, вот она базовая частота, насколько он ее увеличивает. Он ее увеличивает в три раза, то есть мы 2,34 умножаем на 3 с лишним, получаем частоту в районе 7. Вот такова была бы частота, если бы действовал бы только эффект X1. Дальше мы добавляем эффект X2, добавляем эффект Z2, дальше добавляем эффект, ну, вот так по очереди. Здесь, соответственно, тоже добавка. Но добавка относительно чего? Здесь опять же идет сравнение с контрольной группой, а не с усредненной частотой. Контрольная группа, напомню, это X3, Y3, Z3. И мы сравниваем фактически два профиля, вот этот контрольный профиль, с ним мы сравниваем профиль X1, Y1, Z3. X1, Y1, Z3. Вот этот профиль. Соответственно, мы видим частота, ну, сравнительно большая, поскольку у нас очень много нулевых частот, сравнительно большая. Соответственно, в том, что эта частота больше средней геометрической частоты, мы помним, что средняя геометрическая частота в нашем случае это 2,34, а у нас реальная частота здесь 23,5, то есть в 10 раз больше практически, чем базовая частота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...